Привет нашим подписчикам, пользователям автомобильного портала Дром.ру Сегодня мы снова приехали в Шебекинский карьер Сегодня у нас вот этот легендарный, прекрасный образец Просто высшей технической мысли ВАГа Древний Туарег Юрьевич Сегодня он сказал, что Денис, что ты смотрю последних видео Там заехал на празднике, там заехал, там Но это неправильно, пора тебе указать твое место И сегодня он и еще несколько разных интересных достаточно машин Приехали в этот карьер и покажут мне все, как надо ездить Это моя счастливая футболка, я в ней непобедим Давай заезжай первый, потому что Юрьевич не знает маршрут Чего ждем, стоим? Ну четко, четко зашел Четко зашел Это Тойота Туарег должен зайти четко Ты только задери его А, вегетар Даже холодом не зацепился Ты его поднял? Ты его поднял? Вот смотри, вот где пушки уходили в ту сторону Немножко ровнее выглядишь Чуть-чуть хода надо меньше Чуть-чуть добавь хода, перед нормально проходим Поехали на газ Чуть-чуть больше газа Чуть-чуть больше газа Ой, да Ой Да, я видел, у него этот номер Инчейп какой-то Что за инчейп? Да за что у тебя? Чехлы на сиденье Человек не жалеет газ Жмет хорошенечко, прям нормально Туарешка дизельный Три литра тянет Все-таки хвалят этот мотор Самый крутой у Вага считается Ставят его, куда только не ставят И в А4, и в Кусеем, и в Туареге Везде ставят Пре Свежесобранная коробка на Пенине То есть на Айошке Перебрали, да, после того раза? Ну да, раз ездит, значит перебрали Может даже не пробовали ее, спросите Да нет, собрали, если не было передач У нас же на неменитый УАЗе На Сафарях А он на чем был раньше? На Гудричах вторых Задний привод? По-моему только зад был А, ты не включал Как бы? Все по-хабу Не включены Даже это не Сафари 500 Это Нортек 500 Ну, одна фигня На одном заводе даже скорее всего делают Все, включился полный привод? Да вроде Не поймутся Да, судя по всему У нас сейчас поедет Эскалейд Диван на колесах Американская мечта Все вокруг Сразу замолчали Ох, а звук-то какой Там 6 с лишним литров В8 Давай бампер аккуратно Посмотри Посмотри бампер В8 В8 С лишним литров Блин, я не ошибаюсь Шесть Блин, тут даже не знаю Что и сказать Просто классный звук Едет хорошо Жалеешь, что Черкана продал У меня, что У меня там 4-х литровый Малюсенький моторчик А здесь В8 Газ в пол Ты коробку сделал? Да А что было? Поменял новую коробку В смысле, другую поставил? Которую тогда еще нашли Да, у Тимохи? Да, да, да За 4000 рублей А тут не вскрывали коробку? Лежит, не знаю Нафиг нужна, да? Да Ну и в новую Ну и правильно А масло стоя перелили в новую, да? Не знаю Я ничего не делал Бывают такие ситуации У всех автолюбителей Вот как у нас, например Недавно мы покупали БУшную Ауди И нужно проверить Лакокрасное покрытие На предметовом Участвовала машина в ДТП? Не участвовала? Крашена, не крашена? Существуют большие такие приборы Дорогие, с которыми все это дело Ходят, измеряют Но вот у нас появился Один такой маленький аналог И очень просто пользовался Сейчас расскажу Называется это Автолактест В чем суть прибора? Вот такой датчик Подключается он Через обычный разъем 3,5 мм От наушников В телефон В моем айфоне, к сожалению, нет такого разъема Но есть переходничок Устанавливаем приложение Оно есть и на iOS Есть на Android Называется Автолактест После того, как мы делаем калибровку Для калибровки все идет в комплекте Металлическая пластина И к ней калибровочная специальная пленка Машина куплена мной в салоне В 16-м году В ДТП не участвовал Поэтому я точно знаю Что у меня крашеных элементов нет Пробуем 101 110 Ну, чуть потолще здесь Теперь для сравнения Чтобы вы поняли Прибор работает Вот в том же месте Вот у меня даже след остался Видите? Машина грязная Ну, в пыльное, я бы сказал Прикладываем пленку И уже показывает 222 Убираем пленку Те же 116 Очень компактный, удобный И недорогой прибор Всем советую Ссылки оставлю на него все в описании Еще один претендент Заехать на корпус Мотором V8 Только теперь от Toyota Это первый УЗ 4 литра В8 265 сил Задний привод Задний привод, да У человека только задний привод Водом Водом только придется Смотри, у него Акропович стоит Выхлоп Да? Иди сюда Конфиг машины 1ЗБВТАЙ Выхлоп УЗГ Задний привод Блокировка Мечта BMW-шников Выхлоп Акропович Реально? Да А выхлоп это наклейка или настоящая? Настоящая банка Или все трасса? Трасса МЖРейс Ну да, фаркопом в земле Фаркоп под землей Одна разница с УЗГом У тебя резина шоссейная А у него такая Все, бросай его Пошли на следующее занятие О, ты откопаешься За рамку За фаркоп Ну не жалеешь, эмоции Хорошо, что мы тебя уговорили Еще будешь приезжать? Конечно Сейчас вторая попытка будет Я переживаю Надо было сюда просто хотя бы тягачом приехать Тягачом я бы сюда спокойно приехал Да, я просто напомню Не все напомнят У нас был видос про сканию Роскошные кабины А я тебе вчера написал Пусть едут на голове сюда Ну вот приехали ребята Еще раз к нам уже на Уфроуд Да Не, ну на голове До сюда бы спокойно приехал С Брянска специально приехал Да, специально с Брянска приехал Думаю даже на следующее видео Может на Фарде сюда приехать Тоже с ребятами покататься Развлечься Вот так же стоять Вот как эти ребята Будешь Я думаю нет А там может быть и да Показало бы Видно было бы Я не могу одновременно снимать У меня не 3D камера Нему все вопросы Проблема пикапов Длинный задний свес Длинная база Зацепил на въезде Зацепил на выезде Ровно руль Влево руль еще Ру, стоп Без могорыча заехал Стандартный УАЗ хочет заехать Да наверное не почти А это стандартный УАЗ Хантер Да у нас вот сколько раз Он ездил Ничего он не менял Никакой конфигурации Обычная резина Заводское исполнение Тонировочка Не зря говорят Козлик Ну мне кажется У всех дыхание замерло Когда он назад поехал По-моему на заднем приводе Ехал Не? Что так Ну по-моему на заднем приводе Ты ехал Не? Да Ну мне показалось Да Одно колесо работаем еще С таким полноприводом Он далеко не уедет Да У АЗов что-то сегодня У одного передний не работает У второго передний А Игорь не едет Наверное у него тоже не работает Игорь просто везде Уже заезжал на эти горки Да Что все-таки поедете Тогда мы ждем вас Может не надо На дерево И пусть так на дерево Глянем что машина вся высокая Поинструктировал Суперселект Дизель А теперь на Ниве ездила А теперь вот так А вы запомнили Конечно запомнили Автоматишь Путешествовал ты там Поменяли Поменяли Ниву на Делику Теперь на ней будем ездить Ну Делико классная машина Это считай Паджеро Только в другом обличии Глокировки пока нету Сзади А автомату плохо явно что-то Ты зря продолжаешь Так Да Это калитка не за тракт На коксе Да Первую пониженную и газ в пол Да я заскочил Он на второй не может Вот так Вот так умирают автоматические коробки передач На японцев Да на любой машине Принцип один Заезд Денис это как у тебя Паджеро Только в кузове В другом Домой есть Хватит мне уже даже страшно снимать Игорь Ну а ты сегодня эти препятствия не будешь брать Уже поедешь на тех Которые в прошлый раз Да ты не заезжал Из-за технического схода Да на что-то надо новое Ну во-первых у меня гурт не работает Я сюда еле доехал Надо меня А что он не работает Ну в главе гурт стоит Во Сейчас передок закинет и зайдет Отлично Молодец Ух отлегло сразу На такие машины смотришь как-то страшно Они всегда едут И снимать и смотреть страшно И внутри страшно Внутри вообще там же вот пассажирка сидит Как на экране Была бы мальчиком сказал бы стальные яйца А так даже не знаю что сказать Задний привод Ну бразерский всегда жжет Починили полный привод по воде Ну все Ну все китайцы обязаны заехать Как ты один остался Китайцы должен хоть где-то сегодня заехать Дали ему самое легкое задание Ну рядом посижу Но опять надо чтобы посмотрели как-то и будет цепляться И все Давай дальше Куда дальше Все сидит Сидит? Давай Нет только назад Залезь на форум Все Смейс Это по-моему все Качели Уверенно сидит Очень верно Почему Уверенно Залезь на форум Залезь на форум Вот это точно Возьмите нормальный Динамический Руль прямо поставь. Такая же ситуация, как Леха Рауль заезжал на своем. Когда влево повернул, на Land Rover на Freelander. На бак садится. Вот эту херню по средине срезать она мешает. Ну, в багажник переставить. Назовое оборудование поставить. Назад. Только назад. На, он сам поехал. Почти. На, он радость. Сейчас тебе есть. Отлично, поехали. Возьми чуть-чуть сюда, на эту сторону. Сюда, сюда. На эту сторону. Сюда надо было. Еще полметра сюда. Вот. Вот так вот давай. Едь вниз, вышел Порог разошелся Вышел ты у порог впереди Это максимум вон тебя поднят Сделай, марш Порсунки сливают Порог сливают О, а это можно Что и надо было сделать Лёг, Лёг, он оттуда второй этап Ну сложно это было Нет А что не хотел ехать, боялся Я боялся Да, ты писал мне Я писал Лучше Туарега Да, намного легче Ну блин, здесь и машина как бы не Туарег совсем подготовлена А тут пол наоборот было Легендарный Prado Денис Машина свеженькая, до гарантии еще А у тебя пневмонет приподнять Пацаны, что нужно сказать? Каким? Вам? Заехал, Михаил Юрьевич, на Туареге сюда Скажи, пацаны, толкните, пожалуйста Вот это японовода Или я иду пешком Просто не та траектория Лучше, чем Prado Лучше, чем Prado Взял 150 килограмм для веса Для развесовки правильно А что вы? Игорь, ты раздатку будешь держать, чтобы не выпивало? Нет, нет Я делю все опытом ездить его хочу научить Он только на камеру понтуется В реальной жизни ездить не он Тогда надо крышу срезать Тоже не любишь Дениса? Да А у тебя есть автопарковка в машине? Нет Плохо, если бы была, то можно было за ним ходом выставить автопарковку, он бы сам заехал Да, параллельно плечом Давай Нет, просто гадный И бросается Плохо, здесь прям опасно Денис здесь уже ездил на прошлых выходных, он знает, как здесь заезжать Тойота, управляй мечтой Сможет ли Таурек повторить такое, а? Думаю, нет Заезжай, забрать Да я, пожалуй, Жигули буду в комментариях только ехать Ты поехал на Ниву меня? Так это ты, что ли, постоянно пущешь? Да нет, я таким не занимаюсь Сейчас Кадила покажет класс Уже показал бампером Да, что показывает? Блин, я все-таки за Америкосом в НРА Ну видно было, что у него перебрасывали болезнь Да, есть, электроника в любом случае есть, есть пиха какая-то есть Потому что он на пузе конкретно висел, но ехал Комментаторы, напишите нам, что там за система у меня Система V8, скорее всего У нас нет времени читать про эту машину Ну у Кадила я прям удивлен Я думал, он только по асфальту способен ездить Попер, попер Скрипя бампером, но поехал А ты же в курсе, что обвиняли тебя в плагиате В плагиате, что он в Уфроуд СПБ Ты копируешь их Вадима Ты можешь им сказать, что Вообще-то твой Туарег раньше в Уфроуд поехал, чем его? Зачем оправдываться? Люди, которые в курсе и знают Ну им доказывать и не нужно Они все прекрасно понимают За полгода я еще до Уфроуд СПБ начал ездить на Туареге СПБ еще только открываться начали Я уже ездил на нем Так, ну что, поехали Игорь сказал, что на практике Поехали 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 По клирумсу, по свесам он лучше, чем прадик Очень большой плюс Туарега Конкретно Мишину Ну и вообще комплектация с пневмой Посмотрите, он сейчас поднялся У него задний свет намного выше, чем у него Так, Пенин и вообще плохо Купил себе автомат за 4 тысячу рублей Даже масла не менял А ты продал Пенин Ну Ну, будет другой проект, будет поинтереснее. Хочет Kia Sportage первого поколения заехать, видимо. Есть что-нибудь из доработок в этой Kia? Или полностью стандартная Kia? Стандартная, да? Какие там Prado? Бодро едет для двух литров бензина. Какие туареты? Никаких блокировок, два литра бензина, ручка, судя по всему, механическая передача. Все, и видос вот Sportage какой-то появляется, разных поколений, всегда валят. Да. Эти вон запсиховали, аж со страха уехали. На лакшери? Кадевляет. Интересно, сколько он бензина сажался сегодня. С таким ходом, да, не пойдет. Как самочувствие? Хорошо, не едет. Почему не едет? Может разгазовывать надо сильнее? Ладно, что. Страх не было. Она не бьет. Что не бьет? Не страшно, пассажир не бьет. Может, они не достают? Здесь не достают, может? Да у тебя все нормально. Там ничего не подставило, я понял. У тебя больше шансов перевернуться, если ты потихоньку едешь. Мне так кажется. Горной бронь, гад. Заднюю ключи, главное. Нахер так, что за год? Страшно оно такое, смотри. Мне кажется, не надо ему больше заезжать. Даже мне страшно смотреть. На картинке, конечно, не так страшно, а вживую страшно. Да, 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 да. Первый пониженный пошел. Вот я в Черкан, кстати, тоже так ездил. На второй пониженный только зимой, когда скользко, грубо говоря, колеса крутят. На первой пониженный летом в горке было хорошо заезжать. Мотор крутится сильно, то есть инерция разгонная больше по низу, грубо говоря. Вот результат. Первый пониженный включил человек и сразу заскочил. Да, ну он сейчас кузовом точно должен упереться. Это шаланда такая. Да подожди, ну здесь Дош Рэм проезжал легко. Дош Рэм лифтован в дюймах на 6. На заднем я пробовал. Ну да, он всегда на горке справился. Здесь, например, здесь ничего не уперлось, здесь твердо. Почти зашел. Еще чуть не хватило. Фермер пытается приехать к Сеянофазеру. Называется картина. Поросятам везет еду. Поросяты сегодня останутся голодные, да? Да. Видимо, придется на УАЗике везти. Всем известная Аёшка на БФ Гудричах. С задней блокировкой принудительной. Элементарно покоряет. Ну, как? Нет, не элементарно, конечно. Увлекся, увлекся. Вот интересно, сколько весит Аёшка, напишите в комментариях. Вот такой каратыш. Килограмм 900, наверное. Тонну весит. На Сузыке, судя по всему, появилась блокировка в заднем мосту. Как-то она везде стала очень уверенной ехать. А он здесь и по грязи заезжал, кстати, когда было влажно. Но у него не было тогда точно блокировки. А сейчас как-то... У него и лифта в тот день не было. Эволюционирует. Заедешь след за мелкими японцами. Давай, сейчас попробую. Что, видишь, Денис в прошлый раз заехал. Он решил, что он ветеран и больше ездить не будет. Денис, вы запринят. Я уже туда заеду. Денис, ехать не захотел с этой горочки с маленькой. Денис, Денис. Ну, получается, если ты сейчас здесь заедешь на эту горку, даже если ты попытаешься, то техническое поражение у Прады ты выигрывал. Да? Думаешь? Да. Справедливо будет. Мы тебе признадим. Какой? Ты видишь? Интриговал. Вот, смотри, от спонсоров. А, вот он мой приз, да? Как мило. Да ничего не говори, все уже все поняли. Да, без проблем. Так это что, идешь смотреть на пробежь? Да. Я все-таки. Это может не надо? Кстати, забрал. Здесь бы на тестовой кусенькой, да, Баб? Я его прям в яму тяню. Пробуй. На рыхлый я наехал и как по маслу пошел. Ну, здесь легким ходом, да? Да. Хотя будто... По условиям ты уже победил, но можешь убить свою побегу. И береги правый порог вот, где Денис стоит. То есть не правый, левый. Левый порог. Бока, крышу, все береги. О, вот это, вот это старый Миша, который ездил на 80-ке, торговый. Старый Миша, который в том году на этом же Туареге и наваливал. Да, да, где он рвал привода. Довольный. Вот тебе рука менеджера Антона. Это мой суперприз, да? Да. Не, ну молодец, порвал этого Бажорика. Да ну, всем признанный факт, что Прада уступает, уступает во все. Да и вообще Денис и Прада потеряют популярность просмотров мало. Да? Уходит в никуда. Да ничего, месяц пройдет полгода и забудут вообще, кто Денис. Ну, что поделать? И не нужны никакие блокировки, АТ-шка и так далее. Человек едет, на кожаном салоне сидит, кондиционерчик работает, музыка наверняка играет. Шоссейная резина, по трассе может ехать 200. Надо у него про чип спросить. Мир! А у тебя чипованная машина? Ну, я думаю, что нет. В смысле? Ну, EGR, я не делаю ничего, EGR только врезали и прошивали. Вот в момент выхода этого видео, ты увидишь, как Дюранга запрыгивал на эту горку. Он реально запрыгивал, на 2 метра подпрыгивал. Ну, на метр, наверное, точно. Передняя ось на 3 метра подпрыгивала. Он ехал чуть-чуть ходом. А история умалчивает, что потом осталось Дюранга? У него... Он в продаже сейчас. Отвалился передний номер, магнитола вывалилась, упала она на айфон. И у него теперь дрифт, да? Вот такой. Вот сейчас ты смотришь этот видос и улыбаешься. Я сейчас дам скорости свыше 20, она опустится в режим обычного уфа. Она успеет опуститься, пока ты туда доедешь. Ну, блин, Лёх, может успеть, но дело в том, что у неё нет хода. Ну, ты попробуй. У тебя, по крайней мере, по бамперу по переднему есть запас. Все, ты посидел. Каспировал. Да, здорово. А самое главное, знаете, что могу сказать? Ехали сюда с Геннадичем, и он мне столько рассказал интересных вещей, фишек и примочек. И я действительно заинтересовался транслогистиком. И думаю, что даже приеду сегодня. И, наверное, десятку положу. Надеюсь, всё-таки удвоится. Пороги сегодня на ремонт. Да, какой ремонт? Где ты видишь ремонт? Что здесь нужно? Пыль спит, помернуть. Это было. С обоих сторон. С обоих сторон. Не думаешь, на транслогистике поднять, честно? Он был очень убедителен, и ты знаешь, думаю попробовать. Надеюсь, всё получится. Всё-таки он ещё одного к себе забрал. Ссылочки в описании будут. Почитайте, посмотрите. Может быть, вас заинтересует тоже. Красавчик. Пока. Не, ну ты сегодня вообще реально Дениса порвал. Да. Хоть раз именно убедительная победа у нас. Ну, не знаю, со стороны видней. Как бы не хочется выглядеть высокомерным мудаком. Если бы не клиренс, он бы заскочил туда как... Тьфу! Да. Просто упёрся. А, в этом пиздато. Но он просто больше стал сейчас. Это чей клиренс какой-нибудь плохой? А у тебя подножки выезжают? Он что, поедет, Лёд? Ага. Он поедет? Да. Представьте, машина, у которой даже подножки выезжают. И она долбит. То, что всякие... По-моему, легче, чем Туаррек даже заедет. Да. Мощный. Силушка американская. Вообще расстроен, да, сегодня, Дэн? Ну, я всё, я пить попробовал. Не твой видос сегодня. Миша сегодня все препятствия преодолел героически. И сразу для тех комментаторов, которые будут там возмущаться, у нас нету цели там кого-то обидеть, унизить. Скажем, мы с Мишей старые друзья. То есть это всё стёп, это всё приколы. Просто развлекаемся. А так сегодня он, конечно... Подтвердишь? Красавчик. Брешет. На камеру брешет вообще. Конечно. Зачем объяснять? Умные люди так всё прекрасно понимают. Наш утончённый юмор. Да. Высокий интеллект. Шуточки твои. Сатриста. Ну, забродненький забери свои. Давай. Мы вчера послушаем были на охоте. Ездили на охоте. И там мы поспорили, да? Да. Когда в кустах лежали там вдвоём. А я думал, сидели недалеко друг от друга в кустах. Всем пока, наши дорогие зрители. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Заходите. Зажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующий раз, когда Юрьич приедет и надерёт всем своим следом. Все. А ты в тот раз был в этой же футболке. Скажи, ты вообще как грязнули. Ты мне сам сказал, в этой футболке приедешь. Ты сказал, возьми с собой её переодеться. Это полностью инвестировано. Конечно. Пятна, подмышки засаленные. Все солевые отложения. Что, так же на Туареги и ездишь? Не стоит, так пыль с него протирают. Ладно, давай, Туареги заводи. Покажи, как прадик он туда едет. Он серии в серии ездит, что там, здоровидный. Да? Понтует. Мне кажется, минус будет получше. У меня и зрители соскучились по влагу. Форсунки-то не сливают? Нет. Я их поменял успешно. После того видоса, как все отписали тебе в комменты. Ну, как время подошло, кто меня поменял.